Здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема очень злободневная зима идет и мы все выбрасываем в помойку остановитесь у меня на столе две мои коробки которые сопровождают меня уже не первый год в моей жизни в одной из них картофельные очистки высушенные до не знаю чего на батарее а в другой из них это пакетики спитого тоже высушенного чая одноразовые пакетики разумеется но использовать на огороде можно и обычную заварку но только пожалуйста высушите ее чтобы никакой плесени не было значит зачем нам это все надо вы уже знаете да всем понравился сюжет когда мы картофельными очистками завернутыми в газеты брикетами мы чистим печь на даче не надо лазить на крышу не надо там гирю с проволокой какая бабка туда залезет да никакая я точно не залезу мне даже мысли таких нету ну такой способ существует когда в растопленную печь подкладываем эти брикеты не надо мне говорить что надо осины и ясенем протопить нет слишком высокая температура слишком большая опасность что труба треснет кирпичная и даже и железную может растащить значит картофельные очистки используются не только для этого пожалуйста не выбрасывайте их но у вас же у всех есть батареи но возьмите такие коробочки да и сушите на здоровье они нам понадобятся для того чтобы накормить смородину и крыжовник это все по периметру вот у нас вкус смородины да вот проекция кроны вот отступив 10 сантиметров бороздочку сделали по кругу и закопайте вы на глубине 15 сантиметров эти картофельные очистки или свежая порезанный картофель который в еду не идет мелкий не выбрасывайте осенью сразу отберите мелочь порежьте ее и все вокруг смородин пожалуйста внесите это же ведь питание крайне необходимое смородина будет и слаще и крупнее и болеть не будет так сильно ну я надеюсь это вы слышите а теперь вернемся вот к этим пакетикам да это спитой чай нет мы не такие жадины как некоторые подумают просто в всех продуктах которые мы употребляем большая масса всевозможных веществ которая накормила бы почвенные бактерии вот чай является одним из таких продуктов кстати сказать и спитой кофе и спитой чай если их заливать водой комнатной температуры дать им постоять там два дня тогда можно поливать домашние цветы только берегитесь мушек конечно это очень хорошее питание микроэлементов там масса значит что такое спитой чай да вот такой пакетик в котором если его развернуть тут две типа половинки у него видите на самом деле это один пакетик сложенный пополам и внутри находится вот такая прелесть вот она нам нужно да вы знаете в принципе если бы вы потрудились слегка и взяли себе за правило что морковь нужно сеять в бороздке только после того когда туда внесено некоторое количество спитого чая у вас морковь была бы другая если бы вы потрудились и если так много таких пакетиков отправляли бы все это весной при посадке пересадки даже цветочных культур я надеюсь что они бы тоже выглядели по-другому это лучшая еда для почвенных бактерий вы просто ну как то уже может быть и мы виноваты в этом и я тоже в частности что пропагандируя то что он чем удобно работать да это вот органика а удобно работать минералкой ну что там столовая ложка на квадратный метр под перекопку казалось бы да и все растет ну правильно весь все это химия и очень надо сильно разобраться и начать понимать что наверное она не так полезно ну давайте вернемся к истокам давайте будем и растения кормить тем что едим сами мы же еще пока живы я надеюсь или это только кажется ну вот на этом я закончу конечно но мы вернемся неоднократно и к очисткам и к святому чаю и корочкам апельсина и как прогнать кошек с участка чтобы они не ходили там и не гадили не разрывали ничего есть все что мы употребляем пищу для того чтобы нам и на было со всем этим уже не годным для пищи хорошо всего доброго вам и до свидания